Уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания, сердечно приветствую вас в нашей столице, в городе Бишкек. Желаю всем участникам саммита приятного и запоминающегося пребывания. Уверен, с учетом проведенной масштабной и платформы подготовительной работы, наша сегодняшняя встреча пройдет весьма успешно. В пользу случаем позволяю казахстанскую сторону с успешным проведением президентских выборов. Уважаемый Касун Джамар Кемилевич, ваше победное оборудование стало свидетельством большого доверия казахстану, выбранному вами политическому и социально-экономическому курсу. Желаю вам доброго здоровья и дальнейшего успеха в вашей государственной деятельности. Образка народа Казахстана мира и процветания. Уважаемые коллеги, на только что состоявшейся встрече глав государств, членов ШОС, в узком кругу мы утвердили повестки дня саммита и перечень подписываемых документов. Мы обвинялись мнениями по актуальным вопросам деятельности организации и международной повестки дня. Подвели итоги проведенной работы по практической реализации договоренностей, достигнутых на саммитах ШОС в городе Циндау в 2018 году. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить генерального секретаря Владимира Имамовича Норова и всех, кто напряженный в течение года работал по подготовке, принимая сегодня документы. Уважаемые коллеги, в условиях меняющейся международной обстановки ШОС демонстрирует мировому сообществу новый формат международного взаимодействия. Каждая государства имеет свой голос и решение принимается согласованно. Открытость нашей организации делает ее привлекательной. С каждым годом рассеряется ареал ШОС. Занимая огромное пространство в Евразии, следуя принципам хартия ШОС и шанхайского духа, ШОС может в будущем стать платформой для построения многополярного мира. Мы вместе формируем центры принятия согласованных и ответственных и значимых решений в Евразии. Разрешите подвести краткие итоги за время прошедшего саммита Циндава и обозначить наши видения в отношении дальнейших перспектив. Прошедший год продемонстрировал незыблемость основных принципов ШОС. Мы показываем пример взаимопонимания и сплоченности. Формируем новый облик международной организации. Он полностью соответствует общепризнанным цельным принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и других документах ООН. Активная работа была проведена по всем направлениям деятельности организации. В спире обеспечения безопасности в регионе мы можем отметить дальнейшую эффективную работу региональной антитеррористической структуры и вступление в силу Конвенции по противодействию экстремизму 2017 года. Повестка ШОС имеет много общего с повесткой ООН. Это и вопросы безопасности, и вопросы экономического развития, и вопросы человеческого измерения. Продолжайте эффективное сотрудничество с международными структурами в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со структурами ООН. В ноябре прошлого года нами проведено специальное мероприятие высокого уровня ООН и ШОС. Сотрудничество во имя укрепления мира безопасности и стабильности. Краеугольным камнем в этой области является решение афганской проблемы. Мы с удовольствием можем отметить действия афганских властей, а также активизацию включения ШОС в решение данной проблемы. Это отразилось в итогах прошедшего апреля текущего года в Бишкеке очередного заседания контактной группы ШОС Афганистан и в проекте дорожной карты, который будет подписан на полях сегодняшнего саммита. Экономические преступления, как правило, носят транснациональный характер. Это тесно связаны с наркоторговлей, контрабандой, отмываем доходы, добытых преступным путем. В конечном итоге они представляют угрозу для безопасности государства. Кыргызская страна предлагает создать органы ШОС по борьбе с экономическими преступлениями. В современных условиях угрозы, исходящие из интернет-пространства, являются реальными угрозами безопасности государства. Чаще имеют место случаи, когда непроверенная, а зачастую заведомо ложная информация терроризируется и формирует негативный фон. Ушиливаются угрозы, используя на IT-технологии преступных, террористических и военно-политических целях. В этой связи мы считаем, что обеспечение информационной безопасности должно стать важным вопросом в повестке дня ШОС. Важно взаимодействие и в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, а также построение системы межрегионального сотрудничества. У ряда государств в Челнан-ШОС есть большой накопленный опыт в этой сфере. Уважаемые коллеги, Хаджистан уделяет особое внимание в реализации задач, поставленных в стратегии развития ШОС до 2025 года, где особый акцент сделан на экономическую составляющую. Важно дальнейшее углубление транспортно-логистических связей между государствами, которые включают и государства-наблюдатели. В этом контексте мы выступаем за скорейшую реализацию проекта по строительству железнодороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Предлагается продолжить консультации по созданию банка развития ШОС, в том числе в плане перехода к расчету в национальных валютах. Сейчас большую роль в развитии экономической составляющей ШОС играет МИЗРОН Деловой Совет и МИЗБанковское объединение. Мы должны принимать практические меры по углублению делового сотрудничества предпринимателей наших стран, поощрять участие заинтересованных правительственных структур и деловых кругов в реализации совместных проектов, имеющих интеграционный потенциал. Важно стимулирование производств, создающих региональные цепочки добавленной стоимости. Развитие аграрного сектора, производство и переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции, зеленая экономика является приоритетным направлением нашей совместной деятельности. Считаем важным расширение международных связей ШОС с региональными экономическими интеграционными объединениями. В этом контексте видится широкая перспектива реализации сотрудничества в формате ШОС и ВРОЗЭС. В целях укрепления торгово-экономической составляющей мы провели масштабный бизнес-форум на тему расширения границы сотрудничества ШОС. Также я хотел бы отметить форум женщин и медиафорум стран ШОС. Культурно-гуманитарные связи между народами наших стран являются основой межгосударственных взаимоотношений. Важно принять меры по туристическому и гуманитарному обмену между государствами ШОС в знакомство с культурой и ценностями. Активная деятельность молодежного совета ШОС вшиляет надежду, что будущее ШОС в надежных руках. В период всеобщей глобализации все большую актуальность приобретает вопрос ценности современного мира. Самоидентификация народов и этносов мира, их роль в истории человеческой цивилизации. В этой связи нам и выдвинута инициатива о создании культурно-интеграционного центра стран ШОС и стран ШОЛКОВО Пути. Учреждение центра внесло бы весомый вклад в развитие и усиление культурно-гуманитарных связей на пространстве ШОС. В рамках нашего председательства сотрудничество в области здравоохранения, физической культуры и спорта получило дополнительный импульс. С удовлетворением отмечаю установление текстных контактов между Кунь-Минским и Сукульским марафонами ШОС. Один из главных вопросов, поднятых нами во время нашего председательства создания механизма межпарламентного сотрудничества государств-членов ШОС. Это позволит раскрыть огромный потенциал совместной деятельности данной области. В предстоящий год должен стать подготовкой к юбилейной дате 20-летия ШОС. Выражаю надежду, что в новое десятилетие ШОС войдет в прагматичной, динамичной и созидательной организации. В заключение хотел пожелать больших успехов российской стороне, которая будет председательствовать ШОС. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческую поддержку в совершенствовании деятельности нашей организации. Благодарю за внимание.